При тушении каждое дерево жалко. На машине краска подгорает, такая температура. А так вот даже если окно, допустим, открытое, где-то проезжаем, что руку на улице не высадишь. Обжигает, да, да, дышать тяжело. Сотни метров за несколько минут. Такова скорость распространения огня. Пожар в Михайловском районе вспыхнул 15 июля из-за сухой грозы. Штормовой ветер мгновенно распространил огонь. За 7 часов он выжиг 12 километров. Желто-красное зарево полыхало стеной. Возгорание локализовали на следующий день. Еще 6 дней ушло на полную ликвидацию. С огнем боролись около 200 лесных пожарных со всего Алтайского края. Сложность была в большой силе ветра. То есть, чтобы, не дай бог, не повторилась трагедия, как в соседней республике Казахстан, где погибло 14 человек. Поэтому, в первую очередь, выделялось, конечно, охране и безопасности труда. Были моменты, когда приходилось выводить людей из-под огня. Крупные лесные пожары регулярно происходят в засушливых районах края, в частности, в Михайловском. А сосновые бары могут сгореть за считанные дни. Поэтому и нуждаются в постоянной защите. Так Евгений Сотников уже четвертый сезон тушит лесные пожары. Каждый год работает на пределе возможностей. Но этим летом особенно. Все года были опасные и жаркие. Но вот этот был серьезный год. Вот в этом году здесь горело, в Егорьевском районе горело ездили, тоже тушили. Сильные пожары были. Сухо, дождей не было, влаги нет. Все горит. И горит очень сильно. Все переживают. Обычно выезжаешь, потом связь, телефон разрывается. Ну как, опасная работа? Ну работаем, кому-то же надо работать. Работаем. Тушат не сам огонь, а его периметр, чтобы пламя не вспыхнуло с новой силой. И только после сам огонь. За много лет работы у лесников выработалась эффективная схема борьбы с пожарами. Язык пламени по зеленому массиву, он может нас догнать быстро. А мы стараемся окошко найти и заскочить, где уже все прогорело. И выбрать ситуацию, а опять выскакиваемые туши. Минполосы прокладывали. Потом пожарные автомобили отрабатывали водой. Ну и кто, как я, легковые на УАЗе контролировали это все. Взаимодействие. То есть заправка водой, заправка топливом. Направление рабочих сил на более опасные участки. Ну и контроль самого периметра, чтобы он повторно не вышел за кромку пожара. В прошлом году в Михайловском районе произошло 55 пожаров. В этом 19. По количеству меньше, по масштабу больше. Летний пожар превратил в пепел 2500 гектаров леса. Вот у нас стоит большая сосна. Вот ей бы еще стоять, стоять. А жалко. Как только на мониторе виднеется дым, сотрудники лесного предприятия высчитывают место возгорания и отправляют в спецгруппу. Идет видеонаблюдение за лесным массивом по четырем камерам. Никаких возгораний не наблюдаем. Если что-то увидим, работаем. Переходим в автоматический режим, наводим камеру и рассматриваем. Уже в конце этой недели лесоводы отпразднуют свой профессиональный праздник. Лучших пожарных, водителей, диспетчеров удостоят высоких наград. В этот день, надеются лесники, обстановка в лесу будет благоприятной. И им не придется экстренно выезжать на пожар. Но если и поступит сигнал о возгорании, они не задумываясь помчатся спасать лес. Лес – это наше богатство. Корнями вразли в этот лес. И будем его до последнего держать, сохранять и выращивать. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Субтитры создавал DimaTorzok